Друзья, всем привет! С вами Баньша, ветеран второй Диабло и Казуал третий. Это мой очередной гайд по сорке, по нашему любимому, самому дамажащему персонажу в Диабло, на мой взгляд. И в нем я вам расскажу про заклинание Arkane Torrent с руной каскад. У нас на форуме есть тема с обсуждением этого замечательного спела и обсуждение в этой теме посвящено тому, как добиться бесконечного каскада. И я торжественно сообщаю, что я добился бесконечного каскада на визарде. Это не бог весть какое достижение, но так или иначе мне этот билд очень нравится, поэтому я решил им с вами поделиться. Итак, самое простое и необходимое, что вам нужно для этого билда, это 60% крита, которые я набил через приблизительно 3 дня игры визардом. И 3 или 4, если повезет, Arkane Power за крит на кепке. Крит может зайти на кольцах, на оффхенде, на шапке, на перчатках, на амулете. И с парагона. Надеюсь, ничего не забыл. Имея даже не перфектный прок крита, вы можете добиться 60% крита. Главное, чтобы были для этого ресурсы, потому что реролить придется очень много. Как это делал я. Персонажей я одел практически не фармли. Когда я вкачал эту сорку, у меня был достаточно большой запас блатшардов, достаточно большой запас реагентов для крафта, для начального фарма. И бегал я, конечно, в небох весь в каком билде. Пробовал и Фроузен Орб, и свой старый билд, о котором я уже рассказывал, через огонь, Боево Форс. Но как только я понял, что у меня собирается большой шанс крита, я решил поэкспериментировать с параметром Аркейн Пауэр за крит, который у меня всего лишь 3, и он на шапке. Крит дэмэдж нас в данном случае не волнует, потому что чем больше у нас очевидно крит дэмэджа, тем выше у нас дэмэдж. Атак спид, что приятно, нас тоже не волнует, потому что вы дамажите ченнелинг с пылом, и в данном случае большой атак спид даже может повредить. Поэтому у меня на пушке сейчас атак спид 1.3, и это мой единственный показатель атак спида вообще в статах. Итак, по обилкам. Фамильяр с руной, которая регенит вам АП. Поскольку игра на хардкоре, я использую Magic Weapon с 10% бафом и шелдом от атак. Далее, Black Hole, здесь руна может варьироваться. В пати я беру руну, которая позволяет вам убирать из-под своих сопартийцев всякую дрянь. В соло я беру руну, которая бафает вам дэмэдж. Шилд. Это важно. Казалось бы, хардкор. Все бегают как оглашенные с энергетическим щитом на резисты и броню. К сожалению, пока что мы не можем себе этого позволить. Мы берем шторм армор с руной, которая понижает стоимость ваших заклинаний. Ваш дамажащий спелл Аркейн Торрент. И телепорт убегать, когда вам больно-больно-больно-больно совсем. Пассивки. Неизгибаемая воля. Вы все время стоите, потому что вы ченнелите Аркейн Торрент. Это волшебная новая пассивка, которая мне очень нравится. Дает вам а. Выживаемость, б. Урон, сопротивление, мастхев. Нестабильная аномалия, потому что мы хардкорщики и нам нужно выживать, если нам больно и нас не спас телепорт. Далее. Астральное присутствие. Полезная вещь, потому что она регенит вам АП. И, наконец, очень интересная пассивка. Называется она Сила стихий. Описание в нее длинное, повторять не буду. Но сводится в том, что вы можете в билде комбинировать стихийный урон. За счет Аркейн Торрента, который бьет Арканой. И элементального дамага на вашем оружии. Или от дамага Штормшилда. Парагон. Все не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Потому что в парагоне я взял Интеллект, Крит, Реген ХП вместо резистов и ЛПХ. Поскольку у нас руна Каскад, ракет много, каждая ракетка дает вам прок ЛПХ. Поэтому, в принципе, прогонного ЛПХ вам должно хватить для комфортной игры. По традиции я вам показываю в своем видео, как мы с товарищами расщепляем Т1. Пати у нас не самая сбалансированная, потому что Крестоносец дамажит пока слабо. Монг только что рипнулся, он перекачался буквально вчера, уже сегодня зашел на Т1. Поэтому, по сути, это два человека, которые бафают нам резисты и атак спид. В данном случае Монг, кстати, интересно, так же бафает Лайф Реген своей аурой. Поэтому дамажим мы и буржуйский Демон Хантер, у которого неожиданно совершенно близко к миллиону ХП. Он хорошо одет, гораздо лучше, чем я. Но, так или иначе, эта пати достаточно комфортно в фарме Т1. В ней роли распределены очень удобно. Два дамагера, два милишника, люди танчат, собирают, я помогаю черной дырой собирать мобу в кучу. Паки разлетаются очень быстро. За исключением неприятных аффиксов или ситуаций в рифтах, когда пулицы по три пака, конечно, надо внимательно следить, что происходит. Иногда мы выбегаем, очень редко, или с этим иглом. Сегодня, кстати, был такой момент, когда прокнуло три весла в пати. Но, к сожалению, он остался за кадром. Поверьте мне, у него было очень много мата, адреналина. Настоящая хардкорная игра. Плюсы этого билда. Огромный дамаг. Я не буду даже это обсуждать. Мне очень нравится то, что у меня получилось. И это комфортный фарм соло, как минимум, на мастере для меня, с моим эквипом. И очень комфортный фарм на Т1, где уже падает внушительный дробь, падают наши сеты. Классовые. Кепочка сегодня упала, кстати. Не прокнула, но упала. Поэтому по плюсам, наверное, все. Комфортная игра, большой ДПС. Минусы билда заключаются в том, что все-таки энергетический щит дает вам порядка, наверное, 3К Тафноса. Сверху того, что есть у меня, например. И это большая разница в плане выживаемости. Минус билда также в том, что геймплей крайне однообразен. Вы дамажите одной кнопкой, вы помогаете пати черной дырой. По сути, у вас 3 кнопки на апкаст, 1 дамажащий спелл, 1 утилити, 1 выживаемость. Я имею ввиду телепорт. Поэтому, конечно, может быть, тем, кто любит разнообразие, этот билд не понравится. Но я считаю, что Diablo это игра про добывание шмота пока еще. И получаю, по мере возможности, фан именно от этого процесса. Я постарался вам рассказать максимально компактно обо всем, что связано с этим билдом. И о будущем этого билда лично для себя хочу сказать. Что первая билка, от которой я буду избавляться, это Storm Armor. Почему? Потому что я в одном шаге от того, чтобы заменить ее на Energy Armor, добавить себе выживаемости, сделать игру еще более сухой. Но при этом не понизить свой ДПС. Каким образом? У меня на сфере нет 3 или 4 Arcane Power за Крит. Поэтому сейчас у меня есть заготовка, которую уже достаточно долго я пытаюсь скрафтить. Прокнуть на ней Крит. Таким образом у меня останется 60% Крита. Но станет не 3 Arcane Power за Крит, а 6 или 7. Что мне позволит избавиться от Storm Armor? По моим подсчетам, который понижает стоимость заклинаний. И таким образом увеличить свою выживаемость. Каллегам софткора можно на эту тему, мне кажется, даже не задумываться. Просто следить за тем, чтобы у них было 55 и более Крита. Потому что в противном случае вы будете просто стоять и ждать, пока у вас накопится Arcane Power. На этом, наверное, мысли мои закончились. Если у вас есть какие-то дополнения, вопросы, пожелания, я с удовольствием на них отвечу в игре или на форуме. С вами был Банша. Играйте в Diablo. Без рипов, без лагов. Всем хорошего лута. Специально для Харадрик. Специально для Харадрик. Специально для Харадрик.